Хоба! Привет! Видно меня? Я немножко подальше сегодня. Разговор пойдет об укреплении приводящих мышц бедра или внутренних мышц бедра. У меня как-то было, ну так, вскользь немножечко об этом. Но сегодня я хочу поговорить, знаете, в каком аспекте. Вот эти мышцы, я не знаю, я искал в гугле, не нашел, честное слово. Ну, нам старичок-профессор вот на анатомии еще в институте давно рассказывал, что эти мышцы, они еще называются так образно, мышцы, спасающие женщину. Вот. Ну, тут группа мышц внутри, вот здесь, в бедрах. То есть, женщина сводит ноги, вот, для того, чтобы, значит, не могли их раздвинуть. Ну, в свете последних выступлений голливудских звезд, им бы тоже не мешало эти мышцы укрепить, для того, чтобы мужчина не смог туда пробраться. Ну, вот. Ну, это серьезное дело. Конечно, если какой-то там бандит-насильник, это лучше ему по башне чем-нибудь треснуть там бутылкой. Вот. Ну, если так вот где-то, ну, я не знаю, студенческая вечеринка или что-то в этом роде, эти мышцы, в принципе-то, вполне могут, значит, укрепленные мышцы вполне могут закрыть доступ к этому. Как это делается? Ну, какие мышцы? В общем, я рассказывать не буду, там их полно. Там целая группа мышц вот на внутренней поверхности бедра. А вы их можете пощупать. Вот, значит, между коленок поставьте кулак, вот так немножечко сожмите этот кулак. И вот здесь вот мышцы напрягаются внутри, да? Вот они, вот эти мышцы. Ну, и мало того, конечно, конечно, это, ну, просто для красоты, да? Для того, чтобы здесь вот линии были ровные. Вот. Ну, спрашивают насчет того, что жир будет оттуда уходить. Нет, с жиром там гораздо все сложнее. Нет, с жиром это нужно худеть просто-напросто. Вот и все. Жир, дело в том, что жир покрывает все, все тело довольно-таки равномерно. Вот, мало того, вот на животе, на бедрах он как раз задерживается последним. Когда вы худеете, он уходит. Первым уходит лицо, как правило. Вот. И я вот, когда начинал худеть, я еще такой жирненький. Вот, а лицо уже становилось худощавым таким, впалым. Вот. Ну, в общем, ладно, это много разговоров. Значит, чем? У меня там, да, кстати, тут будет ссылочка. И у меня там будет большая статья, как укреплять это дело на тренажерах. Вот. Ну, есть такой специальный тренажер. Ну, там есть картинка. Там такие штуковины ходят. Вот садишься на него. Значит, ноги ставишь. И вот эти штуковины, значит, зажимаешь. Вот. Ну, не у всех есть под боком спортзал. Там деньги надо платить. Я вам покажу, как это делается дома. Очень просто. Начнем со сложности. А куда я все подевал, интересно? А, вот оно все висит. Начнем сначала. Вот смотрите, я уже показывал. Есть такой прекрасный тренажер. Называется бабочка. Вот он такой вот. Вот бабочка, да? Вот. Если у вас такой тренажер есть, он вам тысячу раз поможет. Он не только для бедер. Можно им как угодно заниматься. Даже можно бицепсы качать. Вот так вот, да? Вот. Или руки можно качать. Вообще, ну, прекрасная такая штука. Вот. В частности, для бедер. Очень просто. Держите вот за верхушку, да? Вставите его между ног. Вот. И понеслась. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Упс. Выскочил. Вот. Они есть. Бабочка он называется. Включите русский поиск на Алиэкспрессе. И там их полным-полно. Они не так дорого стоят. Значит, это первое. Вот. Очень хороший тренажер. Значит, второе. Еще вот такие есть тренажеры. Просто кольцо. Оно пружинное. Я его обычно для рук. Вот грудь хорошо тренирует, кстати. Вот. Тоже можно попробовать. Тоже придерживайте. Поддерживайте, чтобы не упал. Вот. И понеслась. Вот так вот им, значит, работаете. Вот таким вот образом. Можно сидя, можно лежа. Лежа я вам потом покажу. Вот. Чтобы несколько раз не скакать. Потом можно просто, если у вас нет ни того, ни другого тренажера, просто берете мячик обычный. Ну, как обычно. Вот такой, знаете, вот дети с ним играют. Такой вот он резиновый, тоненький. Вот. И то же самое. Просто сжимаете. Ну, так вот немножко придерживайте, чтобы не выпал. Да? Вот. Можно побольше мячик взять. У меня их много. Я их люблю. Вот таким вот мячиком хорошо. Вот. Есть еще огромные мячи. Но им довольно сложно. А вот такой вот мячик. Вот. Ну, сколько он? Ну, сантиметров 30, может быть, самое то. В крайнем случае, если нет вот таких вот мячиков, игральных, да, возьмите просто мячик, вот, ну, не знаю, волейбольный какой-нибудь, да, только сильно его не накачивайте. Тоже поставьте между ног. Вот. И оп, и сжимайте. Вот таким вот образом. Да, еще, я уже об этом как-то говорил, но еще раз, не лишнее будет напомнить. Вот лыжники, да, горнолыжники, они, в общем, для них вот эти вот ноги, ну, знаете, вот они крутятся там, да, и вот и внутренняя поверхность бедра, и наружная поверхность бедра должны быть очень хорошо разработаны. И вот они иногда, ну, на каких-то вечерах, значит, соревнуются друг с другом. Значит, садятся друг напротив друга, один коленки сжимает, а другой, наоборот, разжимает. И, значит, вот так вот, сейчас я мячик положу, снаружи их ставят, ну, напротив друга, да. И вот один пытается разжать, а другой не дает ему. Вот, потом меняются местами, этот уже ставит сюда коленки, и уже один опять другой сжимает, а этот разжимает. Вот таким образом. Ну, и чемпион какой-нибудь обязательно вырисовывается на таких вечеринках. Вы можете это делать с мужем, например, или с подружкой, ну, там, или с другом, если для мужчин. Вот, вообще внутренняя поверхность бедра и мужчинам тоже хорошо укреплять, чтобы это тут все не висело, вот, и чтобы ноги были стройные. Для мужчин тоже это неплохо бы, бы, вот. И, ну, и лежа, ну, практически то же самое. Ну, вот я сейчас бабочкой покажу. Вот, ложитесь на что-нибудь, я уж тут не буду коврик стелить. Вот так вот, да. И вот так вот понеслась. Держите немножко, чтобы оно не выскочило. Вот, очень-очень хорошее упражнение. Даже можете одну руку держать, а здесь у себя проверять, какие мышцы. Вот они, вот она, эта группа, да. Мышцы напрягаются. Дело в том, что, я еще скажу напоследок, это в ролике, фу, в ролике, там в статье тоже есть. Дело в том, что эти мышцы, они обычно, они как бы, ну, не пользуются спросом, что ли. Они для чего нужны? Вот они им нужны для игры, для игры в волейбол, например. Ну, ну, там вот эти вот прыжки, потом вот эти вот приседания вот такие вот, да. Как волейболисты играют. Ну, вы не часто играете в волейбол. Потом, они, знаете, для чего используются. Вот, когда по лестнице поднимаешься или в гору поднимаешься. Ну, опять, даже если вы живете на пятом этаже без лифта, ну, два-три раза, может быть, вы в день поднимаетесь, да. А остальное все время мышцы бездействуют. Ну, вот и поэтому их, в общем-то, неплохо бы развивать. Ну, и для того, для чего я сказал. Причем, вот именно вот это положение лежа, да, оно более функциональное. Потому что, ну, когда вы сидя, ну, какой мужчина к вам будет приставать, да? Вот, а когда вы лежите, именно, да, вот нужно именно вот так вот, в таком положении. Вот я даже голову опущу. И чтобы никто не мог пробраться к вашим сокровищам, вы вот так вот тренируете свои ножки. Почему эти мышцы? Поскольку они безработные, они начинают, в общем, приходить в норму достаточно быстро. Они тренируются очень хорошо. И вот буквально там, ну, я не знаю, через месяц ежедневных занятий у вас там будет уже все тип-топ. Понятно? Задавайте вопросы. Всего вам хорошего. И с вами был доктор Влад. Опа!